И всем привет, ребят, с вами Старвайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору и теста нового устройства на фриз, фриз с пульсаром. Посмотрим, что он из себя представляет в рамках матчмейкинга, это новое устройство, которое только-только что я получил с Дикого Запада. Вы, конечно, видите этот видеоролик уже на следующий день, ну а мы сегодня тестируем и смотрим на этот лютейший контент, я надеюсь на то, что вы уже влепили лайкозаврика, потому что сегодня мы будем катать вот на таком вот замечательном викинга, викинга фризе с пульсаром. Попробуем дать жесткого контента, ну а вы поддержите видеоролик лайком, подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте устанавливайте его лично и так. Так, тимпэ, дальше оформляйте покупочку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Так, я вот думаю, с чем бы нам раскатить на этом викинга фризе, с кризисом может быть, либо с гиперионом, с чем бы нам тушануть этой грязи, а может быть лучше взять хопера, хопера, опачки, а может лучше с хопером под кризисом, контентом, на врывалову, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, а вот сейчас-то можно и подраздать грязи, я думаю. Возьмём резист от дальнобоев и пикнем просто быстрый бой, посмотрим, что нам предложит матчмейкинг, постараемся развалить в салатницу, я очень сильно надеюсь, что там с этого фриза криты будут лететь прям по-жёсткому, и можно будет раздать прям лютейшие темочки, прям лютейшие темочки, очень сильно на это надеюсь, поэтому пикаю, ну и смотрим, куда меня сейчас закинет тут. Куда же меня закинет? Опачки, закидывает в катку 7 минут до конца, в принципе, я думаю, что для первого обзора и даже 7 минут до конца нам хватит, чтобы подраздать здесь грязи, поэтому в леталову оформляем по-жёсткому, делаем сразу врывон с кризиса ДДшного, ой-ёй-ёй-ёй, ой-ёй-ёй, статус эффектик. Вы понимаете, что это единственная пушка, которая наносит самое большое количество статус эффектов, но не считая Жиги, да, потому что Жига поджигает, а Фриз морозит, то есть Фриз ещё замораживает, отключает ДДшку противнику, да, а ну да, больше получается, потому что ещё отключает ДДшку дополнительно, помимо заморозки. Так, ещё и все статус эффекты сразу автоматически срабатывают, если у вас пушка критует. Боже, это такой салат! Так, я вот сейчас смотрю, есть хоть один здесь Фриз с Пульсаром? Ни одного Фриза с Пульсаром? Реально никто не играет на Фризе с Пульсаром? Просто ноль игроков с Фризом с Пульсаром играет? Так, я в шоке. Никто не раскатывает на имбе? Да это 100% лютая тема. Это прям вот я вам 100% даю, что это лютейшая темка, блин, не дотянулся до типа. Уже поверил, что у меня Хоппер через всю карту здесь будет давать движуху. Так, ну и мы ведём, мы ведём, мы ведём 2-0, по сути нас счёт устраивает, поэтому я могу вообще в наглях пушить противника Респы. Да, я могу пушить противника Респы и смотреть на то, сколько критов у нас будет залетать с нашего Фриза с Пульсара. Да, насколько жёстко по урончику будет это всё дело работать. Смогу ли я тут Соляндру прям лютую разваливать или не смогу? Вот в чём вопрос. Так, Мамонт здесь стоит сверху, вкусненький. Сейчас, наверное, УД-шку возьмёт у меня. А, он не может вжать, я ему просто критовичка дал вкусненького под тайминг. Так, там противник точку захватывает. Ну ладно, дадим им возможность на камбэчную. Дадим им возможность на камбэк. Потом уже, если что, под Врывалову поиграем. Так, я специально под ДАшкой смотрю, где криты. Критов особо много нету, если честно. Особо много критов не залетает. Но в принципе, в принципе, достаточно, чтобы с одного баллона залетал хотя бы один крит. То есть, если один крит с одного баллона будет залетать, то это будет уже очень и очень неплохо. Не знаю, что за долгий локсервер. Я уже подумал, что у меня интернет упал. Вроде как, у меня ничего не падало. Так, пробуем. Ух, сразу критовочку. Сразу вкусную критовочку даю. Опять пинг что-то прыгает. Непонятно, почему прыгает пинг. Так, пробуем сразу. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Второй криточек сразу вкусненький. Сразу второй криточек вкусненький. Риса выдает урончик. Я сразу ей по добавке. Вот здесь тоже можно сразу добавочку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Какой вкусный урончик у нас залетает. Так, я еще могу сейчас... По идее, против резистов вообще теперь этот фриз работает идеально. Двоих нарубилову делаем. Так, минус не падаем. А, нет, все-таки падаем. Ладно, длить нажму. Не буду ждать, пока там меня сольют. 14 на 5. Идеальный счет. Это просто идеальный счет. Это еще с учетом того, что любой чел с резистом от фриза не сделает вам абсолютно ничего. Просто ничего он не сделает. Потому что вы даете крит, наносите статус эффектик и все. И чел просто улетает на респаун. У него даже нет шанса ничего больше вам сделать. Поэтому даже если от фриза будет 10-15 резистов в бою, ваш фриз все равно будет нагибать и будет разваливать просто по-лютому. Просто, Вася, по-лютому будет разваливать. Да, я сейчас, если честно, вижу, что эта салатница прям очень сильная. Прям мега сильная салатница. Так, меня нарубают. 18 на 6. Офигеть. Просто счет вкуснейший. Я еще и под торпеду все это дело взял. Но очень круто. Очень круто. Честно, я ждал это устройство. Я ждал, пока оно появится. И вот это дело свершилось. Это устройство у нас появляется. И теперь мы можем давать лютейшего, плотнейшего, вкуснейшего контентика. Так, пробуем. На креточек. Даже без креточка уносим. И у фриза и так дамаг сильный. А если еще сверху под пульсар, ну это вообще просто забейте. 21 килл у меня уже есть. 2 минуты до конца. Но по ощущениям можно до 30-ки здесь дотянуть. Можно здесь под 30 подворвать. Еще под драйвер это все дело, когда работает. Ой, боже. Ну это просто до свидания. Под драйвер это мега вкусно. Так, на низ падаем. Блин, хотел я здесь рубануть еще типов. Но мне гаусс здесь овердрайвчик в спину прожимает. Соответственно мы делаем, значит, ход конем. Берем сейчас суперширокую. Объезжаем все это дело. Объезжаем все это дело. Выкатываем под этого гаусса. Вот так вот рубим его. И дальше напереключал его под противника. А, все, противников не стало. Понял, я думал тут противники, а противников уже не стало. Так, ладно, тогда на открытую зонку врываем. Здесь под викинга твинсика меня сливают. Но вы видите, что чел подмораживается. Плюс добавляется ему минус ддшечка. Плюс скрита. Все статус эффекции срабатывают. Ну это просто, ну что это я могу сказать? Ну это салат. Просто лютый салатик. Просто нарежь колбаски происходит. Конкретно. Вот так еще удишку сверху. Ууу, по двоих. Боже, ну торпедочка. Просто рабочая. Ой, еще меня с минуса чел поднял. 26 килов. 50 секунд до конца. Падает еще овер на центре. Попробуем сейчас его еще забрать. Если я еще и дроповую удишечку заберу, было бы вообще супер вкусно. Ну нет, дроповую удишку мне не дадут. Ладно, без дроповую удишки справимся. Хотя лак у типа срабатывает. Ага, я думал, может халява будет. Мне останется здесь вкусненько. Так, рубим еще одного. Я хотел 30 килов. Хотел на 30-очку выйти вкусную. Пробуем выйти на 30. Пробуем выйти на 30. Опа, резист. А вот резистик попался. Ну вот, что с резистом происходит. Ну вот резист. Ну вот у чела резист. Статус эффект сработал. И все. И он дома. Он не может ничего сделать. Даже срезом. Даже срезом чел. Ничего абсолютно вам сделать не может. Так вы еще и рубите дд-шку. Вас еще и слить суперсложно. Боже, ну короче, это просто до свидания. Это, ну наверное, самое жесткое устройство на сегодняшний момент времени в игре. Просто самое сильное, которое есть. Сильнее просто не придумали. И этот фриз будет работать, мне кажется, везде. Просто везде будет работать этот фриз. Пишите все свои мысли в комментариях к этому видеоролику. Я мега сильно рад, что теперь у меня этот фриз есть. Потому что сейчас у нас идет спецрежимчик. А в этом спецрежимчике я тушил на дикофризе. А теперь этот дикофриз с пульсаром контентовым. Ну я думаю, что можно будет еще и специально в режиме попробовать тушануть на видос этот контент в ближайшее время. Поэтому обязательно поддержьте видос лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Пишите все свои мысли по поводу этого устройства в комментариях к этому видосу. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok